По легенде, Петербург защищает три главных ангела-хранителя. Первый, золотой, венчает шпиль Петропавловского собора. Второй, серебряный, раскидывает крылья на куполе церкви святой великомученицы Екатерины. И третий, бронзовый, украшает Александровскую колонну, тем самым замыкая незримый золотой треугольник. Однако эти небесные посланники не единственные, кто поселился в Петербурге. Ангелов здесь можно встретить повсюду. Нужно лишь только поднять голову. Буквально. Например, на Каменноостровском проспекте, вот тут, на уличных часах, уже несколько лет живет одна из самых миниатюрных скульптур ангела. Маленькая фигурка, которая делает селфи. Высоту всего 20 сантиметров. Такой своеобразный тест на внимательность для пешеходов. А вот этих ангелов сложно не заметить. Фриз московских триумфальных ворот украшают 30 медных фигур крылатых гениев. У каждого в руках щиты с гербами губернии Российской империи. Монумент был воздвигнут в 1838 году по указу Николая I в честь триумфа русского оружия над персами, турками и поляками. В апреле 2024 скульптуры мифических существ вернулись на свое историческое место после масштабной реставрации, которая длилась больше года. Напротив Петропавловской крепости в Александровском парке спряталась еще одна скульптура. Четыре ангела помогают набрать девушке воды. Городская легенда гласит, можно загадать желание, но чтобы оно исполнилось, источникам из фонтана нужно умыться, однако выполнять это мы категорически не рекомендуем. Лучше сделать фото на память и отправиться дальше, к скульптуре, которая уже стала одним из символов города. В Измаиловском саду молодежного театра на Фонтанке с 2012 года поселился петербургский ангел. В пальто и шляпе под зонтом каждый день он сидит на скамейке с книгой в руках. Скульптуру посвятили петербургским и ленинградским бабушкам и дедушкам, поколению, пережившему трудные испытания, но сохранившему любовь. Ее ощущает на себе и сама фигурка. Ей пишут письма, изображают на картинах, утепляют в холода и наряжают, когда тепло. Ее автор Роман Шустров ушел из жизни в 2020 году. В память о художнике здесь, на Матисовом острове, установили нового бронзового ангела с ветряком. Это последняя его скульптура, которую он успел выполнить только в пластилине. Благодаря пожертвованиям работу удалось довести до конца. Ангелы Петербурга – бронзовые, медные, каменные, каждый со своим характером. Вот уже больше 300 лет они выполняют главную миссию – приглядывают за жителями города и оберегают северную столицу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова